Русский народ всегда отличался силой духа. И пока у нас будет сильный дух, мы не будем непобедимы. Никто, ни одна армия мира нас не победит. Потому что сила духа это и есть наше национальное достояние. Это национальное достояние, мы должны оберегать его, как зениц ока. Тогда мы будем непобедимы, и тогда будем мы самый счастливый народ на всей планете. Выпадом на справедливую Россию, партия власти показала, что именно его считают серьезным конкурентом на выборах. И не относятся серьезно к партии ЛДПР и коммунистам. Сергея Миронова, вы имеете в виду? Да, я имею в виду лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. И саму партию? Партию, так как это орган, который может идти и бороться за права людей, которые не согласны с курсом и развороте страны. И нападками на Сергея Миронова власть показала, что именно его считают серьезным конкурентом на выборах. И партию, которую он представляет. Отношения к другим партиям Жириновского и Зюганова, они просто отдыхают, так как не трогают. Значит, они не конкуренты, они никому не мешают. И они, наверное, очень удобны, политически лояльны. И если они идут в сцепки с партией нынешней власти, большое спасибо тем, кто спланировал эту непродуманную глупую акцию, что вы явно определили человека, которого вы боитесь у себя конкурентов. Я могу оперировать своим опытом, потому что я прошел большую школу. Но я вижу, что сейчас другой оппозиционной партии, нежели чем как справедливой России, больше просто нет и не будет. Почему? Потому что ни Зюганов, ни их сателлиты «Единая Россия», и в том числе и ЛДПР, они никак не отражают уже настроение самого народа. Поэтому я думаю, что сейчас, даже если, скажем, и Миронова сегодня, допустим, отрешат от власти, даже если отрешат, это означает, что новый виток политической борьбы. То, что Миронова, с одной стороны, это змея, то есть это удивительная дипломатия, удивительная возможность реагировать на любую ситуацию и входить в соприкосновение с врагом. А с другой стороны, это водолея, это символ сейчас поднимающегося возродения России. И что мне хотелось сказать, что вот у нас, когда начиналось еще событие Октябрьской революции, были кружки философские, богословские, ставился вопрос на высочайшем уровне философскому социализме, религиозном социализме. Этому противоборствовали ортодоксальные наши православные христиане, которые говорили, что хиреалистические идеи, они не должны реализовываться в ближайшем будущем, и они вообще, место их на небе. И вот в это время, когда вот эта активная жизненная оппозиция человеческая, вот это понимание правды завтрашнего дня, оно начало проявляться, вот тут и придушили. Тут и произошла Октябрьская революция, и вот этого мощного подъема народного на духовный, на почве искусства, на почве развитого сознания, нравственности не произошло. Вот в этом горе России. И сначала были убиты имя славцы, когда вот в 13-м году их разгромили, а потом началась мировая война. А потом, в церкви у нас сейчас, видите, все это не принято, мягко говоря, а потом вот произошло уже разрушение советской власти. Но оно было бездарным. В каком плане? Не несло никакого прогресса. И вот сейчас, когда вот мы видим Миронова, человека с базовым, хорошим, экономическим, философским образованием, мы ему верим, именно верим в том плане, что вот тот интеллектуальный потенциал нашей партии, эти наши 39 депутатов в Госдуме, которые сами по себе представляют какую-то некую идеологическую ценность, вот это вот свобода мышления в партии, вот это отсутствие вертикали в нашей партии, то есть это мы все, вот здесь вот сидящие, мы имеем право голоса в нашей партии «Справедливая Россия». Это все нам залог того, что мы с таким лидером, как Сергей Михайлович Миронов, который отражает и зодиакально, и личностью своей, и своей статью, и своей походкой, и своей нацеленностью на все русское, то, что вот идеи Николая Федоровича Федорова, и идеи Бердяева, и идеи русского космизма, они будут осуществлены, осуществлены на социалистической почве, вместе с мировым социализмом, который тоже сегодня развивается, и не будет вот этой вот жалкой ссылки бесконечной, только на Маркса, на Энгельса, Ленина, они сделали свое дело, мы не против того, что они сделали, сделал его, может быть, неплохо, плохо, эта история рассудила и рассудит, но наше дело в том, что мы все продвигаемся вперед, и вот этот вот импульс, эта парадигма духовной жизни новой, и вопрос веры, и вот сейчас вопрос в том, как же нам сделать так, чтобы эта церковь не была отделена от народа, а чтобы она была связана с народом, и связана она в социальном плане, чтобы широкие массы проснулись к духовной жизни, все, я вот все эти надежды связываю с Сергеем Михайловичем Бердовым, я ему верю, я верю, что это русский мужик, что это геолог, который работал, он говорит о себе так, позиционирует себя и как интеллигента, и как вот руководителя чисто такого народного русского покроя, и вот всей душой я с ним, я пока не вижу, где он ошибся, я не вижу пока, где он отступил, понимаете, для меня это важно, я иду со спокойной душой, чистой совестью за Сергея Михайловича Миронова, я знаю, что самое главное он делает, он борется с коррупцией, Тюльпанов и вот эта вся Савора, трижды Мирманов побеждал на петербургских выборах, его поддерживал Митрий Сергеевич Нихачев, академик, его поддерживала интеллигенция, 70% его выбрало на селении Петербурга, сейчас вот нагло заявляют о том, какая это, понимаете, партия Единая Россия, что человек 16 лет, работавший в Совете Федерации, работавший здесь, в Петербурге, в ЗАГСе, что он никому не нужен, он ничего не сделал, он ничего не стоит, это ложь, он сделал в области культуры, меня очень интересует судьба Охтинского, вот этого бездарного Невоскреба, и тут Сергей Миронович, Сергей Михайлович Миронов предложил свою руку, понимаете, и тут он выступил за правое дело, то есть вот есть вера в него, и самое главное, что вот вера в такого лидера, и сейчас вот та волна позиционная, которая идет от Зюганова, идет от Зориновского, вот это их связь с Единой Россией, это обличение, это знак того, что поднимается настоящая позиционная фигура всем победившим, вот с ним мы сможем победить. Миронов, он наш, он свой, и главное, чтобы мы верили в него, а главное в жизни, чтобы он нас не подведет, если он нас не подведет, и нас не предаст, то я думаю, что он будет тем оплотом демократии, который так необходим России, как глоток воды. Я думаю так, потому что без опоры на народ, практически, невозможно ничего сделать, но если Миронов верит нам, то верим мы ему, это главная связка между нами и народом, поэтому должен держаться, идти до конца, до конца делать свои дела, направленные непосредственно на улучшение жизни народа. Вот это и главное. Россия – мононациональное государство, а именно, закреплен законодательно, и должно быть не превосходство одной нации на другой, а именно, будем так говорить, закреплено за русским населением, основополагающим нациям, основополагающим нациям, на базе которого строится уже государство. Государство образующее. И вы до этого приказали, что русские многонациональные люди, что надо понимать, что многие люди, других национальностей, говорящие на русском языке, это такие же русские люди, и считают себя русскими людьми. И это больше, чем просто национальность. Это вот... Это больше, чем национальность. И в основу угла, именно в национальной политике, если так можно назвать, должен быть, именно вот вопрос русских людей закреплен за тем же землепользованием. Дело в том, что у нас есть вопросы родовые, а есть вопросы национальные. Но беда нашей сегодняшней исторической ситуации в том, что сейчас идет уничтожение института семьи, идет уничтожение рода, причем не только русского рода, но и рода всех других национальностей. И вот когда мы уступаем своей позиции русские, то нам говорят башкиры, нам говорят теремицы, говорят буряты, они говорят, почему вы сдаете нашу родину общую? Потому что эта же самая земля, она продается и в Бурятии, она продается, пожалуйста, и в Чувашии. И вот приезжают они и говорят, когда же вы русские, сможете сами за себя постоять? Это же зачем сделано? Для чего это сделано? Вот для чего вот это обезглавлено русское родовое начало? Я не говорю о национальности. Но дело в том, что если вы понимаете, что почитаете Библию, то там очень прямо сказано, что по роду и по семени Бог создал не только человека, но и животные, и растения, и генетика сейчас подтверждает все это. Это слово небесное, оно материализовано в семени, оно материализовано в роде. И вот сейчас нас хотят лишить, нашего родового семени. Это невозможно. Вот масоны каменщики, они привыкли к циркулемой линейке и делать одинаковые камушки из людей. Хотя все камни разные, и все нации разные, но миры не хотят видеть. Именно видеть техногенные такой цивилизации, которая разрушает растительный и живой мир. Поэтому вот эти вот вопросы о нашей русской национальности, это и вопрос экологии. И это все надо объединить и понять. Это все было высказано Владимиром Ивановичем Вернадским на основе произведения Николая Ивановича Федоровна. Это все было очень серьезно. Сейчас все это утеряно. Утеряно это великая русская культура, которая шла еще в этих вопросах от Кушкина, потому что уважение к минувшему отличает образованность от дикости. И у нас это все произошло. Так вот теперь мы должны поставить наш национальный вопрос как родовой вопрос. Не случайно единственный народ, который даже не имеет существительного, а имеет прилагательное. Русский человек. Вот дай. Это русский человек. Множество авторов, которые по рождению казаки, тот же Атмана, но Атмана это русский человек, он писал на русском языке. То же самое Мандельштам, это русский человек. Борис Леонидович Пастернак, Иосиф Броскин. Это наши русские люди. И не надо говорить о том, какой там кто национальности произведение написано в нашем языке. И мы должны чтить и понимать величие всего этого, того, что люди из других родов вложили свою лепту в наш русский род и в нашу культуру. И эта культура, она должна иметь то экологическое, то природное значение, богословское значение, которое она имеет. Вот так надо ставить этот частный национальный вопрос именно о русской нации. Вот как о той нации, которая проблемы рода поставила более, может, чем другие нации во главу угла. Вот это очень важно. Вот этот камень в своем месте, в проявлении. Действительно, сегодня прослеживается роль справедливой России как социально-гипократической партии, как оппозиционной партии. И жизнь показала, что социалистическое движение именно как структура оппозиционная и как структура, будем так говорить, социалистически направленная, имеет свою перспективу и имеет, будем так говорить, свои права на жизнь. И Сергей Михайлович может быть действительно лидером, тот, который возглавит действительно это движение. Русское национальное самосознание не нуждается сильно на руке в сегодняшнем моменте. Оно нуждается в справедливой руке. И этой справедливой рукой будет являться Миронов Сергей Михайлович. Потому что именно он является оплотом демократии арбургского общества. Вот именно так. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебе рассказал, знали, борьба только начинается. Все самое интересное и самое лучшее для нашего города впереди. Но только обязательно с вашей поддержкой, дорогие петербургцы, дорогие Владимиры. Так будет, обязательно победим. Победа будет за нами. До здравства, справедливой России. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ УРА! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...